Добрый день, меня зовут Ая Бутабек и я миграционный юрист в Соединенных Штатах Америки. В данном видео я проведу интервью у одного из своих клиентов, который получал одобрение от петиции ИБ-1. Как вас зовут? Сколько вам лет? Откуда вы родом? Здравствуйте, меня зовут Асель, мне 36. Я из Казахстана, родом из маленького города Кустанай. Приехала в США в октябре 2020 года и практически уже здесь нахожусь в 2,5. Когда вы впервые приехали в США? Что вас удивило? Я приехала впервые в США летом 2018 года по работе. Удивил ритм жизни. Ну, я себя отношу, по крайней мере, к такому энергичному человеку, которому нужен ритм. Я приехала в Нью-Йорк. Меня этот город очень впечатлил. Меня впечатлили люди, которые выходили из этих высоток в костюмах, деловые, образованные. И я тогда подумала, я тоже хочу быть на их месте. Я тоже хочу быть здесь, я тоже хочу работать, я тоже хочу быть успешной в Нью-Йорке. Когда у вас появились мысли об эмиграции, почему вы решили эмигрировать? Какие у вас были страхи? Мысли эмигрировать у меня появились в 2020 году, во время ковида. Страхи были, они есть у каждого эмигранта. Мое желание изменить свою жизнь, изменить жизнь своих детей, перебороли мой страх. И, наверное, меня пушили, толкали вперед. Поэтому я приняла решение эмигрировать именно в 2020 году. Как узнали обо мне, как об эмиграционном юристе в США? Я раньше работала, когда в Казахстане. Один из моих бывших коллег переехал в США и проживает здесь. Когда я приезжала сюда по работе, в отпуск, тот самый мой бывший коллега скинул Инстаграм-страницу и говорит, смотри, наша землячка рассказывает о жизни здесь, об эмиграции. Почитай. Пришла в Инстаграм, записалась в консультацию, пришла. После того, как мы переговорили, я остановила свой выбор, доверилась. Какая у вас грин-карта? Кейс EB1 для экстраординарных личностей. Изначально я даже не знала о такой категории грин-карт. Как я вот ранее сказала, я пришла на консультацию, рассказала, где я училась, чем занималась, о своем опыте работы. И именно тогда рассказала мне по EB1, сказала, что я подхожу под данную категорию на основании заслуг своих. Если бы не подсказка, я бы, наверное, даже не подумала, что я подхожу под эти 10 критериев, которые необходимы для получения грин-карты для этой категории. Какие у вас были доказательства для EB1? В чем были преимущества вашего кейса? Сто процентными критериями, я считаю, что у меня были это публикации в СМИ, национальных СМИ обо мне. Не только онлайн-издания, новостные порталы. Неоднократно давала интервью на национальных каналах, новостных. Другим критерием было выступление в качестве члена жюри по оценке работ других. По данному критерию я была в составе национальной комиссии по присуждению президентской стипендии Балашак для студентов, которые подавали свои документы в магистратуре и докторантуре в США, в Англию, в страны Европы. Я определяла, каким претендентом присуждаем стипендию, каким нет. Еще одним из таких важных критериев – членство в организациях, которые принимают по заслугам. Мое членство в президентском молодежном кадровом резерве. Я вошла в число топ-300 талантливой молодежи Казахстана. И я считаю, что было прям стопроцентным критерием, который помог мне в получении одобрения по моей петиции. Вместо того, чтобы сидеть и ждать какого-то движения, каких-то новостей, не получив никакой информации оттуда еще, я уже готовилась к запросу на дополнительные доказательства. У меня уже была собрана целая папка. Я думала, сейчас, если они пришлют мне запрос, я им предоставлю вот это, вот это, вот это. Я заранее отправляла запросы в различные госорганы, организации, компании, где я работала. Наперед попросила людей уже, если что, додать мне рекомендательные письма. К моему большому счастью, эти документы мне не пригодились. Мой кейс они одобрили сразу, без каких-либо запросов на дополнительные доказательства, чему я была очень рада, счастлива и удивлена. Были ли у вас рекомендательные письма? Рекомендатели – это все мои предыдущие работодатели. Рекомендателями выступали мои сокурсники, руководители, которые сейчас занимают хорошие должности. Это мои бывшие коллеги, преподаватели из университетов. Те люди, с которыми я реально сталкивалась на протяжении своей трудовой карьеры, вот они с удовольствием мне написали рекомендательные, подписали их. Это усилило значительно мой кейс и помогло мне в получении одобрения. Сколько прошло времени с подачи кейса до решения? Кейс я свой подала в январе 2021 года. Заняло это достаточно долгое время в связи с тем, что именно кейсы, которые были направлены в 2020 году, в 2021 году, они попали в тот лог, когда коронавирус был, и в USCIS очень было мало сотрудников. И мой кейс рассматривался в полтора года. То есть с момента подачи с января 2021 года, фактически, одобрение документа получилось только в августе 2022 года. Есть какие-нибудь ощущения, когда вы увидели, что вам одобрили петицию до 40-го? Было что-нибудь? Как-то словами можете описать? Самый такой топовый момент, когда ты ждешь-ждешь на протяжении полутора лет, никаких новостей, абсолютно ничего нет. И тут ты получаешь на e-mail уведомление, что какие-то изменения в кейсе. И ждешь-ждешь-ждешь. Практически, да, полдня я ждала, потому что статус онлайн не обновлялся. Я думаю, ну что же там такое? Что же они там изменили? И вот где-то ближе к вечеру, к пяти часам, решила я проверить, а там мы одобрили вам вашу петицию 140-ю. А счастья не было предела, меня прямо аж не разрывало от счастья. Через пару часов, когда я уже осознала это все, видимо, у меня был такой всплеск адреналина. Мне резко захотелось спать. Видимо, я до такой степени перенервничала. Это был, наверное, самый такой запоминающийся момент. Момент, когда сама фактически карточка пришла, крин-карта. Открыла конверт, увидела карту, я смотрю, и у меня в голове такой диссонанс, думаю, что лицо знакомое. Ну так уже поспокойнее реакция была, да, нежели чем когда пришла новость об одобрении самой петиции. Чем вам нравится США? Что вы можете отметить, что отличается здесь от вашего дома? Я думала над этим вопросом, перед тем, как прийти на данное интервью. Я считаю, что основное отличие – это свобода, которую США дает. Свобода не в прямом смысле свободы, а свобода выбора. То есть здесь я лично могу выбирать, что делать, где работать, чем заниматься, куда поехать. То есть это не только физическая свобода, это эмоциональная свобода. И, наверное, вот это слово «свобода», «выбора» послужили причиной моего переезда сюда, потому что я хотела предоставить данную возможность свободы выбора своим детям. Вот это мне больше всего нравится. Чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас планы на будущее? Когда я пришла на консультацию, сразу же на основании моего резюме предложила работать после того, как я получу все необходимые документы. То есть уже на момент консультации, как клиента, я была приглашена на работу как сотрудник. И одним из условий нашей договоренности было то, что я свой кейс собираю сама. Полностью весь кейс ОИБИ-1 я собирала, готовила, подавала самостоятельно. А я проверила на соответствие требований и норм законодательства США. С легкой руки мы отправили мои документы и через время получили одобрение. Что бы вы рекомендовали всем тем, кто хотел бы переехать в США? Собирайте свой кейс заранее, готовьте все доказательства, почитайте информацию в открытых источниках, послушайте YouTube, Instagram, посмотрите. Пересмотрите свое резюме, свой бэкграунд. Я уверена, что многие люди себя недооценивают. Они не знают, что они из себя представляют на самом деле. Просто покопавшись в своих документах, грамотах, дипломах, вы поймете, что вы на самом деле достойны находиться здесь, достойны получения грин-карты на основании ваших талантов, ваших достижений и быть готовым только идти вперед. Вот моя рекомендация. Всем, кто не подписан на мой телеграм-канал, вам обязательно нужно пройти по ссылке под данным видео, перейти на телеграм-канал и подписаться, для того, чтобы быть в курсе всех последних иммиграционных новостей и спланировать вашу иммиграцию наиболее быстрым и оптимальным способом.